Мир вам! Как и все наши служения, и сегодня хоть и праздничные, одинаковые, мы начинаем молитвою. Отец Небесный, слава и хвала Тебе за чудный, дивный план спасения, что Христос чудным, дивным образом воплотился, как человек, принесли в храм, над которым совершалась молитва, благословение, благодарение Симеона. Мы все пришли поклониться имени Твоему Святому. Благослови, Господи, каждого, кто пришел на это место, кто помнит об этом событии, но не мог быть на служении, и молится об этом, и благослови, прославься в жизни нашей и во всем наш великий Бог. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови, Господи, Господи. Благослови, Господи. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Вечная Его. 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 Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем». Один из персонажей этой картины – это Симеон. И неизвестно, кто он был, может быть, он был священнослужитель, может быть, он был пророк, или, может быть, просто простой человек иудейский. Но ему дана характеристика, Лука дал ему характеристику. Это был муж праведный, благочестивый и чающий утешение Израилева. И вот это чающее утешение, ожидающее, вот это самое основное, над чем я хотел бы сделать сегодня ударение. Много в те времена было священников, фарисеев, книжников в Израиле, простых, богобоязненных людей. И все знали, что должен прийти Мессия, должен прийти, но ожидали ли они Его? Это очень, очень редкая такая характеристика. Христиане тоже, мы знаем, что придет Иисус Христос во второй раз. Но я никогда, например, не слышал такой характеристики от человека, что вот этот человек, он ждет второго пришествия Иисуса Христа. Или, например, сказали бы, вот этот брат, он готовит себя к встрече с Иисусом Христом. Вспомним историю с волхвами, которые пришли с Востока к младенцу. И они пришли куда? Они пришли в царский дворец к Ироду, потому что где должно родиться царю? Естественно, в царских палатах. На что Ирод сказал, что призвал потом первосвященников, книжников и спросил, где должно родиться Христу? Они ответили, в Вифлееме Иудейском. И привели место из Писания. И Христос уже около двух лет живет в Вифлееме Иудейском, а они до сих пор не знали. Знатоки Писаний, служители Богу, они до сих пор не знают, что в Вифлееме живет обещанный Мессия. Почему? Они, видимо, жили все правильно, делали по закону. Они совершали богослужения, они совершали жертвоприношения, все делали по закону правильно, но что самое главное, они не готовили свои сердца. Они не готовили свои сердца увидеть Мессию, встретить Его, как это делал Симеон. Он готовил свое сердце, поэтому Лука и написал, муж праведный и благочестивый. Братья и сестры, ожидаем ли мы Иисуса Христа? Ожидаем ли мы второго Его пришествия? С каким сердцем мы ожидаем Его пришествия? С радостью ли мы ожидаем? Или, может быть, мы со страхом ожидаем? Симеон, он хоть и знал, что день, который он увидит спасение Израилю, может быть, будет это последний день в его жизни. Но, тем не менее, он ждал этого дня. Он с радостью принял этот день. Он сказал, ныне, теперь, ныне, то есть теперь, отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Он возрадовался этому дню, что увидел спасение Израилю. Ждем ли мы с таким сердцем, как Симеон, второго пришествия Иисуса Христа, чтобы возрадоваться? Мои пожелания всем нам, братьям и сестрам, и мне, и всем, чтобы мы, ожидая второго прихода Христа, пребывали в полной готовности, в полной готовности, как Симеон, чтобы не получилось так, как получилось с первосвященниками и книжниками. Прекрасно знали Писание, прекрасно знали все, что надо делать, но когда пришел Господь, они не узнали. Они не узнали. Чтобы ни в коем случае в наши сердца не закралась мысль, не скоро еще придет Господин мой. Аминь. Будем молиться. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе за Господа нашего, Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего Избавителя. Мы благодарны от всего сердца, и мы благодарны Тебе за этот пример из Святого Писания о Симеоне, который ожидал Твоего пришествия. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты напоминаешь нам, чтобы и мы были, как Симеон, ждали. Ждали с радостью Твоего пришествия, чтобы готовили свои сердца к встрече с Тобой, чтобы мы были праведными, благочестивыми и ожидающими. Состояние ожидания. Быть готовыми всегда с радостью увидеть Тебя. Господи, благослови, благослови дальнейшее собрание, всех, кто будет славить Тебя. Слово Твое прошу Тебя благослови. Слава Тебе вечную, Центу Сыну и Духу Святому. Аминь. По Своим общим линиям. «Ты для меня, Спаситель, сошелся в святых небес». 138. «Ты для меня, Спаситель, сошелся в святых небес». Аминь. Аминь. «Ты для меня, Спаситель, сошелся в святых небес». «Ты для меня, Спаситель, сошелся в святых небес». Аминь. Аминь. «Ты для меня, Спаситель, сошелся в святых небес». «Ты для меня, Спаситель, сошелся в святых небес». «Ты для меня, Спаситель, сошелся в святых небес». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Когда не станет веры, силы уйдут, Когда расставит сети враг моей души. Приди ко мне, мой друг, и любящий рукой Сомненья удалей, пошли покой. По милости своей мне душу излечить. Тебя люблю, тебя ищу, спаситель, Лишь ты всегда поймешь меня, учитель. Ты помощь, ты покой мой, избавитель. К тебе стремлюсь, Иисус, всегда. С тобою мне легко и не тревожно, И лишь тебе счастливой быть возможно. Ты Бог мой, ты спасение мое, Я встречи жду с тобой, Жду всей душой. Когда наступит час Расстаться мне с землей, Прими меня, Отец, Святой покой. Я вечности хочу Смотреть в глаза твои. Когда-нибудь, я знаю, В небе голубом Прославлю я, Отец, Твою любовь. Ты только не оставь Меня молю, За все прости. Тебя люблю, тебя ищу, спаситель, Лишь ты всегда поймешь меня, учитель. Ты помощь, ты покой мой, избавитель, Тебе стремлюсь, Иисус, всегда. С тобою мне легко и не тревожно, И лишь тебе счастливой быть возможно. Ты Бог мой, ты спасение мое, Я встречи жду с тобой всегда. Тебя люблю, тебя ищу, спаситель, Лишь ты всегда поймешь меня, учитель. Ты помощь, ты покой мой, избавитель, Тебе стремлюсь, Иисус, всегда. С тобою мне легко и не тревожно, И лишь тебе счастливой быть возможно. Ты Бог мой, ты спасение мое, Я встречи жду с тобой, Жду всей душой, Бог мой. Слава Богу. Иисус, души спаситель, 5 минут твоих людей. Номер 50. Иисус, души спаситель, 6 минут твоих людей. Субтитры подогнали Симон. 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 На первом плане это сам Иисус, сам младенец Иисус и Симеон, довольно-таки пожилой человек. И приводится характеристика этого человека. Кто он? Это был человек, который хорошо знал Писание, кто является настоящим утешением Израиля. Это сам Мессия, это сам Мессия, сам Спаситель. И вот чающий, то есть ожидающий, ожидающий утешения Израилево. И, конечно же, Симеон был не один таков. В Израиле были люди, которые ожидали, которые страстно желали у этого утешения народа Божьего. Но вот дальше евангелист Лука обращает на женщину, на пожилую женщину, Анна, пророчица. Она тоже была из таких же людей, благочестивых, праведных, из тех людей, которые ожидали утешения Израиля. Симеон был таким, знал из Писаний, что придет Мессия. И вот дальше, с 27 стиха мы читаем, как произошла эта встреча. Симеона с младенцем Иисусом пошел по вдохновению в храм. Предварительно Господь ему сказал о том, что он своими глазами увидит это утешение Израиля. Пришел по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, он взял его на руки, благословил. Вот интересно, это тоже встреча, потому что в храме было стечение народа. Не единственный Симеон был в храме, не единственный младенец Иисус был в храме, не единственные родители Иисуса были в храме. Но это было место поклонения Господу. Это было место жертвоприношений. Там было много народу, там было много младенцев, там было много людей. Но интересно то, что Симеон сразу же, вот именно в этом младенце, узнал того, о котором ему было сказано. Младенец Иисус взял его на руки, благословил Бога и сказал. И вот мы, наши внимания, братья и сестры, более обратим внимание наше на то, что сказал сам Симеон. Хотя он мог бы сказать очень многое. Он прожил большую жизнь, и он мог бы рассказать о своем хождении перед Господом. Он мог бы, взяв на руки младенца, рассказать о своих ожиданиях. Он мог бы рассказать о своих переживаниях за народ Божий. Он мог бы сделать экскурс для тех, кто были тут, экскурс в историю Израиля, и рассказать о неверности людей и о верности Бога. Он бы многое мог рассказать о своей вере, о своей надежде, о том, что его надежда вот осуществилась. Но заметим, братья и сестры, он не говорит ничего этого. Он не говорит ни о своих достижениях, он не говорит ни о своей вере, он не говорит ни о чем, что касается его самого. Но он взгляд всех, кто были там рядом, а евангелист Лука, очевидно, он, как он и начинает свое Евангелие, он тщательно исследовал все, что связано было с жизнью, со служением Спасителя Иисуса Христа. И вот он в этом Евангелии поместил. Конечно же, не только родители Иисуса, были те, которые слышали то, что сказал Симеон. Почему это оказалось, в конце концов, на страницах этого Евангелия. Так что же сказал Симеон? Вот оно, с 29 стиха. «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему, с миром». Вот действительно проявление праведности Симеона, его благочестия. Как он называет себя? Он называет себя рабом Господним. Да, это праведный человек, это благочестивый человек, и Священное Писание отмечает эти качества. Но заметим, братья и сестры, как он видит себя, как он относится к себе, как он видит себя во свете Божьей славы, как он видит себя по сравнению с тем, кого он держит на руках. Раб говорит. Этим самым он выражает свое смирение перед Богом, свою подчиненность Богу. Этим самым он говорит о своей готовности до конца выполнить волю Господа. И в этом для нас урок, братья и сестры. Кто мы в сравнении с величием Божьим? Кто мы и что мы? Поэтому сегодня это тот день, когда нам следует быть благодарными Господу за Его любовь к нам, за Его милость к нам. Потому что кто мы такие? И Он нас спас. Он сделал нас частью своей семьи, частью спасенного народа. Ибо видели, 30 стих, «Очи мои, спасение Твое». Вот он внимание обращает на Иисуса Христа. Как он его называет? Спасение. Он его называет спасением. Спасение Твое. Действительно, мы читаем книги пророков. И мы там встречаем о том, что Господь когда-то, еще задолго до прихода в мир Спасителя, Иисуса Христа, Господь через пророков предрекал о спасении. Господь говорил об этом. И вот теперь этот человек, Симеон, он увидел то, что говорил Господь, это осуществилось. Так, например, мы читаем в книге пророка Исаии, 49 глава, 6 стих. Когда мы смотрим контекст 6 стиха, то речь идет как раз о Мессии, речь идет об Иисусе Христе, речь идет о Спасителе. И в частности, в 6 стихе мы читаем вот такие слова. Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых, речь идет об Иисусе Христе, и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Вот о чем говорит Симеон. Спасение простерлось до концов земли. Это было предречено Господом. Этот старец Симеон увидел, Господь осуществляет то, что он пообещал. Поэтому сейчас вот в этом младенце, он увидел это обещанное спасение. И, кстати, имя Иисус, оно-то исходит от слова спасение. Когда мы читаем Евангелие от Луки и буквально один листик перелистываем назад и переходим в первую главу, то там еще одно событие очень важное записано, которое мы также празднуем. Это Благовещение. Когда ангел возвестил Деве Марии о том, что она родит сына. И когда ангел ей сказал, как его нужно назвать, Иисус, что означает «Господь спасает», вот тогда ангел сказал Марии, будет ребенок, будет младенец, которого нужно назвать «Господь спасает». Сейчас Симеону открыто, он увидит это спасение. И Симеон об этом говорит. Поэтому, братья и сестры, сегодня день, когда нам действительно нужно быть благодарными Господу за спасение, совершенное Иисусом Христом. За то, что в нем мы получили вот этот дар, бесценный дар, наше спасение. Что еще мы читаем, возвращаясь ко второй главе Евангелия от Луки? Не только лишь Симеон называет младенца Иисуса спасением, а как в книге пророка Исаии мы прочитали, это спасение для всех народов. Для всех народов, без исключения. 32 стих. Свет к просвещению язычников. Он называет Иисуса светом. Свет к просвещению язычников. И опять-таки, это то, что мы прочитали в книге пророка Исаии. 49 глава, 6 стих. «Я сделаю тебя светом народов». Так было предречено Господом через пророков. Свет для народов. Свет для народов. И вот потому-то, братья и сестры, евангелист Иоанн свое Евангелие именно с этого начинает. Когда он пишет о свете. Свет пришел в мир. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Свет истинный просвещает всякого человека. И речь идет опять об Иисусе Христе, когда мы читаем всю первую главу Евангелия от Иоанна. Поэтому, братья и сестры, тогда увидел Симеон в Иисусе этот свет, который просвещает всякого человека. Без исключения. Свет Божий, который показывает человеку на его греховное состояние. На его нужду в Спасителе. Это то, что произошло с нами однажды. Когда мы увидели себя такими, какие мы есть. Когда мы увидели себя во свете Божьего откровения. Во свете Божьего Слова. Это тот был момент, который побудил нас, осознавая свою греховность, обратиться к Господу за прощением, за спасением. Поэтому мы будем благодарными Господу за то, что Он нас просветил. За то, что Он нам показал наше состояние. И за то, что Он нас спас в Иисусе Христе. Ну и в-третьих, Симеон называет Иисуса Христа славой народа Божьего. Слава народа Израиля. Слава народа. Действительно, Израиль сам по себе, кто Он? Но вот Господь, Который избрал этот народ. Господь, Который спасал этот народ. Господь, Который предрек через пророка в том, что придет в мир Мессия. Придет Спаситель, Который принесет Новый Завет. И более того, под это благословение Нового Завета подпадут еще все другие народы. Вот это слава народа Израиля, который дал миру Спасителя. Народ Израиля, который стал каналом Божьего благословения. Братья и сестры, и мы приняли, мы приняли эту славу. Мы приняли Иисуса Христа. Мы стали частью Божьего народа. Мы те, кто подпали под Божье благословение. Поэтому, как тогда Симеон радовался, как тогда Симеон был на пороге вечности, и уже понимая это, зная это, он благодарил Господа. Он прославлял Господа, как мы и прочитали об этом. Вот это было его состояние. Вот это было его состояние готовности встретиться с тем, кому он служил всю жизнь. Братья и сестры, сегодня день, как мы уже заметили, день нашей благодарности Господу. День, который напоминает нам о нашей готовности встретиться с Господом. День, и это событие, что мы читаем, это то событие, которое побуждает нас быть готовыми к встрече с Господом. Ну, а до того момента, это мотивация для нас жить святой жизнью, жить для славы Господа, чтобы увидеть Его таким, каков Он есть. Аминь. Мы споем известный гимн «О благодать спасен Тобой». 16.84 «О благодать спасен Тобой». Будем геть 1, 2, 4 и 6 кубер. 1, 2, 4 и 6 кубер. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И вероятнее всего, вероятнее всего, вот ту информацию, которую он дает о детских годах Иисуса Христа, он получил его от матери Иисуса Христа, Марии. Когда мы читаем немножко здесь раньше, когда мы читаем описание Рождества Иисуса Христа, там написано, что Мария, она очень все внимательно слушала. Она сохраняла, сказано, все слова, которые ей говорили, слагая в сердце своем. Сохраняла эти слова и слагала их в своем сердце. Тоже вот отношение к информации, к слову, особенно к слову Божьему, настолько нам важно и сохранять, и слагать, потому что рано или поздно вот это слово, если оно есть в нашем сердце, оно поможет нам в наших жизненных ситуациях. Вот точно так, как это помогло Марии пройти через ее довольно нелегкий жизненный путь и оставить нам очень хороший пример посвященности Богу, служения Богу, нужды в Боге, в зависимости от Бога. И вот вероятнее всего, когда Лука встретился с Марией, ей было, что ему рассказать. И, вероятно, она вспоминала, вот она ему рассказала тот момент, когда неожиданно для нее перед ней предстал ангел с такими удивительными словами, с таким приветствием. Все радуйся, благодатная, благословенна ты между женами. Ну, представьте себя на ее месте, вот к вам ангел приходит, это необычно, не каждый день, и не каждому из нас ангел приходит, и вот он с такими вода, с воодушевляющими словами, радость. А в чем же радость? Ну, понятно, радость, что ты станешь мамой, и это всегда радость, рождение новой жизни. Ну, как это будет? И вот здесь уже начинаются мысли, а как это может быть? Вот я еще не замужем, вот у меня есть жених, рожденная будет от Духа Святого, и вот Марии все это приходится принимать, эту информацию. Она говорит, да будет мне по слову Твоему, она соглашается с волей Божией. Она вспоминает, вероятно, рассказывает Луке, как вот ей пришлось поделиться этой информацией с Иосифом, и ту реакцию Иосифа на слова Марии. Это нелегко было ей сделать, но она идет послушная Господу. Она рассказывает, наверное, ту радость, когда через какое-то время Иосиф вернулся и сказал, Мария, все хорошо, ты будешь моей женой. Я понимаю, я не понимал, я не знал, но Господь открыл мне, и я люблю тебя, как и любил дальше. И вот Мария и в этом видела вот руку, поддержку, водительство Божие в своей жизни. Она рассказывала Луке, как вот в тех переживаниях, когда им накануне рождения младенца пришлось оставить свой привычный город и путешествовать туда, Вифлеем. И вот те тревоги, наконец, этот счастливый момент, когда это дитя, необыкновенное дитя, то дитя, которое изменило жизнь всему миру. Та личность, которая имеет значение для каждого из нас. И собрались мы сегодня, если бы не Иисус Христос, что бы мы делали здесь сегодня? Почему мы бы были здесь? Мы были бы в других местах, не имея надежды. Вот она держала это дитя. И она рассказывала о том, когда неожиданно для нее пришли пастухи, которые поделились с ней удивительной вестью. Она вспоминала, как волхвы приходили. И вот здесь она описывает, она говорит Луке в том моменте, когда после тех дней очищения, как предписано по закону, они впервые с этим младенцем пошли в Иерусалим. Здесь тоже очень интересный момент. Иисус Христос родился в Вифлееме, когда мы читаем Ветхий Завет. И там пророк Иезекиеля описывает эту печальную картину, когда слава Божия по причине отступления Божьего народа начинает оставлять сначала святое святых, потом храм, потом он видит эту славу Божию на восточных воротах храмовой площади. И затем эта слава Божия удаляется по направлению к там, где находился Вифлеем, на эту гору. На которой Иисус Христос проводил очень много времени. И вот теперь вот это дитя, эта слава Божия, воплощенная, прошедшая в этот мир, вот этим же путем обратно возвращается в Иерусалим, обращается в храм, возвращается. И вот здесь есть этот благочестивый человек, который принять. Когда мы читаем эту историю, она прооткрывает нам некоторые моменты из жизни этой семьи. И мы видим, что эта семья была бедная семья. Вот Христос родился в бедной семье. И мы должны об этом помнить иногда, что его детство не было уж так обеспеченным. И его родители знали, что такое бедная семья. Потому что, откуда мы знаем это, потому что здесь написано, что они в этот момент, в этот момент для очищения, они принесли всего лишь горлиц, они не принесли агнца. И когда мы читаем Ветхий Завет, то вот когда мама с отцом приходили в день очищения, то они должны были агнца, а затем вот птицу принести. Но если нет возможности по бедности, тогда была возможность принести двух птенцов голубиных. И вот то, что они сделали, указывается, что они небогаты были. Возможно, там были другие семьи, это Иерусалим, столица, люди приходили туда. Возможно, тебе приходили родители, которые имели возможность выбрать самого лучшего ягненка, самого красивого. И, возможно, Мария и Иосиф стояли скромно. Они не могли себе этого позволить. Вот в таких условиях жил наш Господь Иисус Христос. Вы знаете, ну, в основном мы, люди верующие, мы не всегда обеспеченные люди. И, возможно, иногда в наших сердцах бывает это горечь, может быть какая-то обида. Ну, почему, почему так же? Я помню, вот какие-то моменты бывали в семье сложности. И когда мы с женой ходили по рынку, я смотрел на все эти товары, я думал, почему мы выбираем лишь только вот то, что нужно? Почему мы не можем купить все то, что хочется? Вот пришел, вот это увидел, ну, хочется, вот это купил. Почему нет такой возможности? Это несправедливо, так не должно быть. Вот в сердце нашем возникают такие вот мысли. Надо посмотреть на эту семью. Мария, Иосиф, младенец Иисус, Который всем обладает, всем управляет, Которому вся слава принадлежит. И вот он здесь в таких скромных условиях. Но здесь более важно, здесь есть любовь, здесь есть посвящение, вот то, что более ценно, то, что не купишь за деньги. Бог дает нам эти удивительные уроки, которые мы должны извлекать. И мы должны смотреть, и вот Бог допускает в нашей жизни эти испытания, вы знаете, потому что, проходя через них, Бог меняет нашу душу. Бог вот как художник удивительный, как скульптор, Он удаляет вот все то наносное, все то, что показное, к чему мы стремимся, вот, да, что-то купить лучше, что-то показать, что я могу, что я чего-то достиг. Бог тучит нас в смирении, в скромности, в послушании. Вот эта семья является для нас этим удивительным примером. Вот они пришли сюда, вы знаете, более важно, не как они пришли, не что они принесли здесь, в этот храм. Чтобы были там, кто приносили намного лучше, и были дети, которые были одеты намного красивее, чем тот, что могли одеть родители Иисуса Христа. И вообще мы знаем, в течение его жизни, у него лишь только этот хитон был, более-менее такая ценная вещь, которую затем эти воины, ну, пожалели разодрать. А больше ничего ценного, такого в материальном плане не было. Но здесь было нечто более важное, нечто более совершенное, нечто более то, что вот к чему мы должны прилагать в наше сердце, исследовать этому примеру. Они пришли сюда, эти два молодых человека, Мария и Иосиф, со своим первенцем, данным им Богом, чудесным, удивительным образом. Они принесли, чтобы, и мне это так и нравятся эти слова, посвятить Господу, представить перед Господом и посвятить это дитя Господу. Мы приносим наши идеи, всегда говорю, мы приносим их, чтобы благословили, помолились о здоровье, о развитии, о дальнейшей жизни, и чтобы дети и внуки были, и так далее, и тому подобное. И это все хорошо и правильно, но вот если в нашем сердце по отношению к нашими детям и внукам это желание посвящать их Богу, с полным пониманием, что это значит. Потому что здесь Мария и Иосиф, они услышат, что это значит посвятить Богу, что это стоит, иногда очень большую цену, это не просто определенную цену, это большая цена. Отдать ей, мы прочитали с вами, что сказал ей Симеон, немножко дальше еще коснемся этих слов, и вот здесь действительно удивительно происходит. Я понимаю, я знаю, вот у меня были дети, родителям, особенно когда ребенок только родился, особенно когда это первенец, всегда хочется, чтобы обратили внимание, чтобы посмотрели, чтобы сказали, какой хорошенький, и почему мы фотографии показываем, и во многих, вот особенно у дедушек, бабушек фотографии своих внуков всегда с собой, мы готовы, и это нормально, это правильно, вот эта дорогая ценность, что Бог нам дает, чем Бог нас благословляет, чем мы готовы делиться, и для Марии, и Иосифа, в которой были вот обыкновенные люди, со своими чувствами, переживаниями, со своей жизнью, и вот когда этот человек, Симеон, подошел к ним, когда он обратил внимание, когда он сказал, могу я взять вашего ребенка на свои руки, я очень часто говорю, вот при свитерском служении, для меня вот два момента, самых таких удивительных, самых вот ценных, самых дорогих, это когда приходится крестить людей, и когда приходится вот брать детей, когда их приносят родители на благословение, но для меня лично это самые особые такие моменты, это новая жизнь, посвящение там Богу, крещение здесь вот, посвящение новой жизни, и вот они пришли с этим, и вот им, я думаю, было приятно, что Симеон обратил, подошел, праведный, благочестивый, особый человек, берет ихнего ребенка на руки, вот здесь интересный момент, я только на некоторые обращу внимание, вот Бог сказал этому удивительному человеку Симеону, что ты не увидишь смерти, вот возможно, он поделился с этим, с Марией, с Иосифом, вы знаете, вот я беру ваше дитя, и Бог мне открыл, что я не умру, и вот здесь интересный момент, здесь сказано, не просто не увидит смерти, а есть причина, есть вот тот момент, есть то время, когда это случится, до того момента, пока я не увижу Мессию, пока я не увижу Спасителя, вот здесь так в Писании сказано, что не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня, вот интересный момент, вот Иисус Христос, Он только родился, а уже Его присутствие в этом мире продлевает даже кому-то физическую жизнь, вот Иисус Христос и жизнь, вот это как синоним, полнота жизни, полноценная жизнь, которая только в Иисусе Христе, и здесь очень четко пощернуто в Писании, что будет жить, пока не встретится с Иисусом Христом, вы знаете, в этом определенный пример для нас, вот цель нашей жизни здесь, мы пришли в этот мир, ничего не принесли, мы пришли, вот имея эту ветхую природу, полученную нами от Адама, который ведет нас к погибели, который ведет нас к смерти, и вот задача нашей смерти, вот Бог хочет, чтобы в протяжении нашей земной жизни мы встретились с Иисусом Христом, потому что здесь момент вот нашего будущего, нашей смерти, вот после встречи с Иисусом Христом смерть меняет смысл, меняет для назначения, без Иисуса Христа смерть, это наш враг, и Писание дает нам надежду, этот враг побежден в Иисусе Христе, но в Иисусе Христе, Писание говорит, что смерть для нас становится приобретением, поэтому здесь именно, что я не увижу смерти, пока я не встречусь со Христом, и это великое приобретение, это изменит все будущее, Иисус Христос меняет наше будущее, наша жизнь, вот она меняется, да, в Иисусе Христе, насколько важно нам, и сегодня мы это празднуем, и сегодня мы это отмечаем, в нашей земной жизни, сделать вот этот важный момент, встретиться с Иисусом Христом, как со своим личным спасителем. Дальше вот интересно, этот Симеон, мы уже читали и слышали эти слова, он говорит, что вот, а теперь ты, Господи, отпускаешь меня с миром. Когда встретился с Иисусом Христом, тогда этот мир физически временный можно оставить с миром. Люди боятся смерти, да, люди не хотят о ней, говорят, и для людей иногда непонятно, когда мы верующие, вот так спокойно рассуждаем о смерти, интересно смотреть, вот беседу с неверующими людьми, ну, как-то я не знаю, почему, или много на похоронах приходилось быть, ну, как-то тема смерти для меня не является какой-то, ну, иногда просто интересно смотреть реакцию взрослых, они не хотят слышать, они не хотят знать, и это, естественно, без Иисуса Христа о мире, в смерти не может быть и речи. А здесь Симеон говорит такие слова, вот, с миром, Господи, я ухожу, ты меня отпускаешь, я вот тебе принадлежу, и поэтому я спокоен, я увидел главное, я встретился со Спасителем, я встретился с Иисусом Христом. Вот он здесь так и говорит эти слова, что ты отпускаешь мне с миром, потому что видели очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, я увидел спасение, я встретился, и теперь я с миром могу отходить. И вы знаете, насколько это важно, мы стремимся строить нашу жизнь, мы учим наших детей, мы учим их жить. Ну, наверное, вот один из поэтов сказал, не помню, кто именно, но он сказал так, что легкой жизни просил я у Бога, да, легкой смерти бы надо просить. И настолько важно нам дать нашим детям, да, и самим себе, не только лишь хорошее образование, не только лишь хорошую работу, не только лишь, вот, устроить жизнь хорошую, а приятую для того, чтобы уйти с этого мира, из этой жизни, вот, таким спокойным миром. И я вчера студентам говорил, что вот для меня идеалом вот такой ухода с земли является Иаков. Вот как он, кажется, умирал, да, насыщенный днями и в окружении родных и близких, но не в этом вот самое главное. Главное, чтобы в этот момент в сердце был Спаситель, чтобы были решены вопросы с Богом. И вот поэтому здесь Симеон дает нам этот пример такого ухода верующего человека, посвященного Богу человека, человека, знающего Бога вот как, он уходит, нет страха, нет сомнений, нет переживаний. Вера в Бога, он веряет свою жизнь в руки Божьи. Еще на один интересный момент, и мы будем молиться, мне хотелось бы обратить внимание, вот здесь, после того, когда Симеон сказал все эти слова, это удивительное пророчество, когда он говорит, что Христос, вот, это Спаситель, я это увидел, что для язычников это будет свет, и сегодня уже это подчеркалось, для Израиля это слава. И затем он заканчивает эти слова, вот мы прочитали с вами, когда они все это слушали, дивились, удивлялись, являлись, им было приятно, что вот на их ребенка обратили внимание, что вот такие слова говорятся, и затем Симеон обращается к Марии и Иосифу, и сказано, и благословил их Симеон, и благословил их Симеон. И как мы себе представляем благословение, да, ну вот как мы говорим, что молитва благословения, когда детей приносят, не молитва посвящения даже, более правильно, молитва посвящения, в котором есть благословение, а молитва благословения, и что мы, ну как мы благословляем, и мы в ветке завета, благословить Тебя Господь, да пошлет мир, да, или вот здоровье даст, и пусть в жизни все будет хорошо, и все наилучшее, вот, дни рождения мы, да, Новый год, еще какие-то моменты, мы хотим благословить человека чем-то хорошим, в нашем понимании, действительно, благословение Господне, оно обогащает, оно печали не приносит. Посмотрите, вот здесь момент такой, как кажется, на первый взгляд, противоречивый. Вот он сказал, благословил их, то есть, кажется, что-то хорошее, а потом начинает говорить вещи, вот, цена посвящения Богу, цена верности Богу, цена следования за Богом, вот, цена этого духовного зрения увидеть немножко дальше этого земного периода жизни, который мы очень часто оценивали, лишь только взаимоотношения с Богом. Братья и сестры, если мы оцениваем наше взаимоотношение с Богом, лишь только земной жизнью, вот, теми событиями, которые здесь, вот, а есть здоровье, нету здоровья, есть деньги, нету деньги, есть жилье, нету жилья, вот, если мы только так, то, ну, апостол Павел, вот, глядя на такой подход к жизни верующих людей, и говорит, ну, тогда мы несчастнее всех человеков, если мы не в состоянии заглянуть, если вот Писание, которое Бог нам дал, если вот Дух Святой, который открывает нам эти удивительные истины Священного Писания, вот, если мы не позволяем этим Божьим благословениям, вот, открыть наши глаза, увидеть дальше, чтобы было время, когда 9 месяцев мы развивались до нашего рождения, и был один мир, затем мы проходим в этот мир, и мы живем 70-80, больше, меньше, это короткие, быстрые годы, а затем мы представляем, что это не конец, вот, дальше, значит, это все этапы подготовки к той полноценной, совершенной жизни, если мы вот не осознаем, что мы готовимся к жизни, мы еще даже и не живем, хотя в Боге уже мы имеем здесь полноту жизни, но мы готовимся лишь только жить, мы лишь только учимся, мы лишь только в школе жизни, которую Бог проводит, и вот тогда нам понятно, что благословения, они не должны быть ограничены здесь, вот, лишь только какими-то, когда, что Бог оградит нас, и не допустит, и проведет, и Бог благословляет, и допускает, и проводит иногда, но иногда что-то позволяет нас, нам пройти через печали и трудности, потому что Он хочет провести нас через школу жизни, Моисею там нужно было 40 лет в пустыне, на холоде, жажде, спать, чтобы чему-то научиться, и Иосифу пришлось через рабство пройти, через тюрьму незаслуженно, для того, чтобы вот подготовиться к чему-то, и Бог готовил их к таким земной жизни, к земному, пусть и великому служению, но ко временному служению, а здесь нас Бог как церковь проводит и готовит нас к вечному служению, к вечной жизни, и поэтому вот пусть Господь поможет нам вот по-другому смотреть на те события, если мы Его дети, то, опять же, то, что Он любящим своим, то, что Он допускает, оно сказано в послании к Иеринам, все содействует, тогда ко благу, и вот здесь Мария Иосиф для нас, это удивительный пример, вот их Он благословил, и приятно все, потом Он говорит эти слова, посмотрите, вот лежит этот младенец, возможно, на Симеона в руках он был, или у мамы своей в руках, и Иосифа, и Он говорит, что вот он будет для одних, для падения, тех, кто отвергнут, для других, для восстания, для поднятия, вот и для роста, тех, кто приближается к Богу, для отвержения, для тех, кто отвергнут, и вот он говорит здесь, предмет пререкания, и мы видим, что так и продолжается, личность Иисуса Христа, в зависимости от этого человека, как относится к Иисусу Христу сегодня, или это удивительно величайшая личность, перед которой мы благовеем, перед которой мы понимаем, мы недостойны стоять, и очень приятно отчитать, когда Иоанн, любимый ученик, вот уже видит прославленного Христа, как он падает, вот это то, что мы понимаем, должно перед Христом, падать ниц, преклонится всякое колено, или для кого-то это личность, которая сегодня не имеет никакого значения, и вот то, что сказал Симеон, сбывается, Мария Иосиф слушает, и мы сегодня свидетели, что это так действительно и есть, затем он говорит, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление мною сердец, то есть ты заплатишь тоже определенную цену, ты будешь видеть твоего сына, когда его будут отвергать, когда ты не всегда будешь понимать, что он говорит, и тебе хотелось бы, чтобы жизнь твоего сына немножко по-другому, но более, как все люди живут, да, мы говорим, ну, как все люди, чтобы уже прожил там, семью создал, и внуки, чтобы были, и работал бы, что-то зарабатывал, а так вот ходит, проповедует, проповедует, вызывает какое-то негодование у начальников, и был момент, да, мы считаем, что вот они пришли, хотели как-то взять его, может быть, поговорить, убедить, ну, не надо так уж себя посвящать иногда, то есть сложные моменты разные в жизни были, Мария, ну, что оружие пройдет душу, ты будешь стоять там у креста, да, это мы сейчас поем у креста, хочу стоять, созерцать душою, и понимаем, что вот это наше спасение, там грехи наши, поэзия наша, мы готовы петь, а для Марии это было реально, стоять у этого креста и смотреть, наверное, было ей бы проще самой оказаться на кресте, чем смотреть, вот, как ее сын страдает, она прошла, она доверилась Господу, и вот благодаря этому примеру, благодаря его посвящению, Бог мог ее использовать, если бы она проявила непослушание, ничего бы не изменилось, некогда Мардахей сказал, есть фиерич, что, возможно, на это время и случай, ты поставлено здесь, стать царицей, но если ты отвергнешь, кто знает, вот почему ты здесь, Господь способен, из, у Бога есть возможности достигать своей цели, Христос бы пришел, да, если бы Мария в тот момент сказала, нет, когда ангел пришел, я так, я не понимаю, я так не могу, это неправильно, так, у меня есть женихи, и прочее, прочее, Божьи цели были бы достигнуты, но сегодня Мария и Иосиф для нас не были таким удивительным примером, посвящения Богу, и вот как Бог тогда может использовать таких людей для своей славы, для своего царства, для спасения многих людей, и таких примеров посвященных людей в Библии очень много, поэтому вот сегодняшний день, в этот праздник, который имеет важное значение для нас, мы должны проверять нашу жизнь, наши взаимоотношения с Господом, вот к чему мы готовимся, готовимся ли мы только прожить здесь жизнь, или мы готовимся быть вместе с Господом, на небесах, на том высоком месте положения, которое Он поставит для нас, и пусть Господь поможет нам сегодня проверять свою жизнь, вот встретились мы со Христом, как спасителем, увидели ли наши очи спасения, которые Бог приготовил для всех, и если нет, то нет нам в этом извинения, если по сегодняшний день мы так и не смогли в этом мире увидеть спасителя, в тех условиях, в которых мы живем, свободы проповеди Евангелия, Бог продолжает прозывать, Бог продолжает спасать, Бог продолжает заботиться о наших душах, и от нас сегодня зависит, в числе мы ли мы спасенных, а если в числе спасенных, посвящены ли мы Господу, и совершаем ли это служение, готовимся ли мы той вечности, которую Он готовит для нас, аминь, давайте мы помолимся. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы церковь Твоя, дети Твои, искупленные Тобою, пред Тобой предстоим с благодарностью за эту возможность быть вместе в Доме молитвы, вспоминать те события из жизни Господа и спасителя нашего Иисуса Христа. Мы вновь-вновь благодарим Тебе, Отец Небесный, что Ты послал своего Сына в этот мир, мы благодарны, что Иисус Христос пришел сюда и совершил это дело спасения, явил нам пример послушания, посвящения Тебе. Мы благодарны, Господь, за тех пример этих праведных и благочестивых людей, которые жили в то время, которые служили Тебе, Господи, в тех сложных условиях, и Ты помоги нам, подражая вере их, осознавать, что для служения Тебе, для посвящения Тебе всегда есть время всех обстоятельствах в жизни нашей. И помни нам, Господи, быть в числе ожидающих Тебя, готовиться к встрече с Тобою, чтобы и здесь, особенно в вечность, мы должным образом прославили Тебя, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Я нуждаюсь в Тебе, мой спаситель, и желаю, чтобы я быть с Тобой. 1200. Я нуждаюсь в Тебе, я не хочу, что для педагогнат, чтобы я быть с Тебе, и желаю, с Тебе, и желаю, и желаю, Я ждю тебя, 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 без пастыря, хранителя, я не могу уйти. И счищу, я сделаю fantasy, я ждю тебя, я ждю тебя, я ждю тебя, я ждю тебя, я продю тебя, я 어려ушен, я Господь, Господь, я правитель, я не могу улететь, никогда в этой жизни убивай, а твой пыль утонится душа. Пожарь, ниже, как не осуществить, ведь самую большинство ждет, я ждут тебя, и у тебя, и у тебя, и у тебя на народе, безпасная правитель, я не могу улететь, в нас есть ты, как не осуществить, и у тебя, 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 и у тебя Субтитры подогнали Симон.